добрый день друзья с вами канал далее от города и я не на коновалова ну что мне кажется все таки уже холода позади наступает тепло и конечно же мы отправляемся в огород чтобы что-то делать глубоко в грядке еще трудно залезть все еще сыра но тем не менее уже частично что до чего-то руки доходят я знаю что многие дачники и огородники с наступлением дачного сезона спешат магазины составляют списки и закупают большое количество удобрений под кормок тратят уйму денег а у меня все намного проще вот две баклажки это раствор бессараба на основе сметаны сыворотки и меда это два маточных раствора вот 10 литров и хватит мне этого раствора до глубокой осени и еще даже я чуть-чуть оставлю буду использовать зимой у себя что это такое раствор бессараба многие мои подписчики делали его уже в прошлом году и уже в этом году все те кто присутствует у нас телеграм-канале мы там обсуждаем многие проблемы и многие вопросы тоже уже понаделали себе раствор бессараба ну а кто еще не успел его сделать обязательно сделайте поверьте это средство заменит вам всевозможные дорогущие и дешевые удобрения подкормки опрыскивания потому что по сути это эффективные микроорганизмы которые улучшают плодородие нашей почвы и усиливают сопротивляемость рассады растений сопротивляемость растений к всевозможным заболеваниям и увеличивает урожай увеличивает качество урожая размеры плодов вкуса и так далее все я рассказывала и сегодня это видео чтобы не повторяться будет состоять из прошлогодних видео то есть я покажу вам рецепт приготовления вот этого раствора бессараба и для чего все-таки это нужно сделать поспешите сделать потому что уже наступает тепло жара и собственно говоря его уже можно использовать и из отсюда берется 100 миллилитров вот этого маточного раствора на 10 литров воды можно поливать под корень неделю раз в неделю раз в неделю опрыскивать по листу вот такое вот средство и для его приготовления нам что потребуется 1 литровая банка сыворотки можете использовать сыворотку после приготовления сыра или творога можете купить сыворотку магазине она продается в свободном доступе и вторая банка литровая ну можно литр 25 взять это обычная вода обычная вода но не из-под крана не хлорированная а лучше колодезная либо из скважины в одной банке где у нас есть сыворотка сюда мы под добавляем две столовые ложки сметаны и все хорошо перемешиваем в другую банку где у нас просто вода мы добавляем две столовые ложки меда и опять все хорошо перемешиваем затем берем ведро только не металлическая пластиковая и все туда переливаем главное нам все это соединить и добавляем столько воды чтобы в общей сложности получилось 10 литров затем разливаем по пластиковой таре вот у меня баклажки есть такие из-под питьевой воды в общей сложности должно получиться две баклажки по 5 литров две пластиковые бутыли 5 литровые закрываем их плотно и убираем в теплой но главное чтобы оно было темное место ну буквально на семь дней через семь дней раствор готов и вот когда вы будете открывать крышку оттуда должно послышаться такое шипение как будто бы раствор бродит а в той литературе откуда я взяла этот рецепт там написано что брать одну-две столовые ложки но я беру мерную стопочку 50 грамм на 10 литров воды ни в коем случае не меньше и этой водой поливаю под корень огурчики баклажаны кабачки томаты трудно полить под корень потому что вот у меня томаты растут на возвышенности так вот я опрыскиваю томаты поздно вечером по листу прям обильно-обильно заливаю из пульверизатора вообще я всегда придерживаюсь того что лучше опрыскивать растения вечером или подкармливать растения по листу путем опрыскивания вечером потому что днем быстро наступает жара и все испаряется а ночью действие препарата увеличивается по времени так вот хочу отметить что этим раствором можно поливать огурцы перчик в общем все что у вас растет ягоды цветы это отличное средство это практически м препарат в прошлом году я уже отметила то что он дает положительный результат ну а в этом году особенно огурцы конечно плодоносит очень и очень хорошо и хотя это только начало сезона огурчики дают хороший урожай и только на этом средстве только я поливаю этим средством под корень раз в неделю но в промежутке я конечно живут сегодня опрыскивала на следующей неделе также могу опрыскать мне нравится конечно по листу тоже опрыскивать помимо того что это отличнейшая подкормка там еще и написано что это средство если вы будете его использовать через опрыскивание убивает фитофтору а когда начинают желтеть листья огурцов вновь нарастающие листики снова становятся зелеными и вот микробы в этом м препарате который мы сделали своими руками начинают действовать через две недели и убивает всех насекомых вредителей патогенную флору общем все это в описании в статье вот по приготовлению вот этого средства кстати размножение микроорганизмов дает хороший корм червям ну а почва соответственно становится рыхлой пушистой и все хорошо растет рецепт я взяла из журнала моя прекрасная дача вот не помню год тринадцатый может двенадцатый может там четырнадцатый но в общем достаточно давно сегодня у многих садоводов встает вопрос что лучше органическое земледелие или использовать химические подкормки но мои подписчики знают что я за органику я за натуральный продукт так вот это самый настоящий препарат эффективных микроорганизмов самое интересное что препараты на основе м применяются в течение всего вегетационного периода в качестве подкормок при посеве семян на рассаду можно семена замачивать то есть рассаду готовить к выращиванию и из препаратов на основе м можно готовить раствор для уничтожения грибковой инфекции ну и конечно же ускоряется приготовление компоста бессарап анатолий петрович применяя технологию м создал микробный состав который способен помочь человеку ухаживать за своим садом и огородом и в основе данного средства молочная сыворотка которую получает при сворачивании молока у меня многие спрашивают а можно ли заменить молоко на сыворотку и так далее я считаю что лучше делать так как вообще в описании самое главное что в сыворотке есть сывороточные белки аминокислоты витамины и соли и вот как только они попадают в почву то приносят огромную пользу на дачном участке и вот немножечко пользы содержащиеся в растворе бессараба микроорганизмы преображают фактически безжизненный участок земли почвы до неузнаваемости и вот преимущество этого раствора в том что уничтожает болезнетворные бактерии за счет кислой среды ну естественно это отличная профилактика болезни землю насыщает минеральными веществами и полезными свойствами в том числе и витаминами повышает иммунитет растений к мучистой россии к фитофторе увеличится урожайность и плодовощных культур и я использовала на клубнике точно также заметила повышение урожайности уничтожение насекомых вредителей в том числе при опрыскивании и ускорение созревания компоста я об этом уже сказала в начале видео обзора ну вот собственно говоря и все сделала специально такое необычное видео из прошлогодних нарезок то есть в прошлом году я снимала конкретно два видео обзора посвященных этому раствору бессараба ну если вы мне не верите то почитайте комментарии под этими видео обзорами и вы увидите что действительно средство работает это не новое средство это хорошее проверенное средство которое используется многими многими людьми а в принципе добавляйтесь к нам в telegram канал в чат это не просто канал какой-то а это живой чат где люди общаются между собой делятся какими-то радостными событиями делятся проблемами выкладывают фотографии рассады или болезни там деревьев кустарников цветов и так далее и мы быстренько быстренько стараемся решить возникшую проблему ну что я с вами прощаюсь пошла я досаживать свои бархатцы вам желаю хорошего настроения крепкого здоровья хорошей теплой летней погоды урожаев конечно же и мира мира самая главная мира